Ребята, привет! Я думаю, в последнее время многие из нас слышат про Cyberpunk 2077 и даже вышел смартфон OnePlus 8T, Cyberpunk Limited Edition, и из этого смартфона вытащили некоторые файлы, про которые я расскажу. Кстати, очень много людей просило меня сделать этот ролик, поэтому не знаю, может кому-то понравится, может кому-то не понравится это видео. Первое, это прикольная анимация на рабочий стол, точнее, что-то ближе к живым обоям, но именно стилистика мне нравится, из-за этого, собственно, я сам хожу с этими обоями. И еще анимация загрузки тоже в стиле всей этой темы. При включении телефона у нас бегут вот такие вот строки, которые вы сейчас видите, тоже достаточно прикольно. И, собственно, в этом видео я вам покажу, как это все поставить и наслаждаться Cyberpunk Edition в своем смартфоне. Переходим сначала к самим живым обоям. Они работают как на экране блокировки, так и на рабочем столе. На экране блокировки нет никаких анимаций, просто картинка статичная, она никаким образом не двигается, но уже при разблокировке смартфона отыгрывается вот такая вот анимация. Напоминает какие-то, знаешь, такие старые вывески, которые иногда работают, иногда нет. Ну, короче, вот такая вот стилистика именно киперпанка. И мне нравится то, что обоина реально статичная, она не мерцает, она постоянно не горит, только вот при разблокировке. И я считаю, что это именно плюс, то, что картинка работает не постоянно, то, что она не постоянно мерцает. И из-за этого, мне кажется, заряд будет улетать не так сильно, но улетать все равно будет, нежели чем обычная статичная обоина. Всю актуальную информацию из мира Xiaomi вы можете находить на моем телеграм-канале, в который я загружаю, как и файлы из видео, которые участвуют, соответственно, в самих роликах. Это как некая такая копилка, которая все содержит в одном месте, ну, все файлы из видео. Есть различные информации, различные посты текстовые пишу, поэтому, кто хочет, кому интересно, можете подписаться, достаточно полезный телеграм-канал тут. Теперь переходим к очень интересной вещи, это бут-анимация, анимация загрузки. Ну, то бишь, при перезагрузке смартфона мы будем видеть вместо надписи MIUI такие вот некие бегущие строки, что тоже выглядит круто. Но единственный нюанс, ставится вся эта тема только если у вас есть Magisk, ну, то бишь, root-права. Вот, если нет, то не получится. Потому что смена анимации загрузки телефона, это все-таки то, когда мы влезаем в саму систему. А изначально это не предусмотрено разработчиками, поэтому без root-прав у нас это сделать не получится. Так, приступаем к установке, чтобы поставить все это дело, переходим в мой телеграм-канал. Ссылка будет на пост с обоями в описании. Вот сам файлик, мы его скачиваем. Вот, это конкретно обои. Бут-анимацию покажу чуть позже. Жму установить. Все, приложение установлено, нажмем «Готово». Выходим на рабочий стол, зажимаю палец, жму «Стили и обои». Так, получается, в раздел «Живые обои» выбираю. Так, главный экран и экран блокировки. На заблокированном экране тоже все окей. Бам. Все отлично. Я это все дело сейчас показывал на чистом андроиде. Давайте покажу, как это все у нас работает на MIUI. Чтобы у вас было представлено, что у вас, скорее всего, MIUI. Установили сами обои. Выходим в Play Market. Тут пишем Google. Вот приложение обои от Google. Устанавливаем. И жмем кнопку «Открыть». Листаем вниз. Живые обои. «Киберпанк» 2077. Установить фоновый рисунок. Главный экран и экран блокировки. Все, на рабочем столе есть. На экране блокировки нет. Я, если честно, забыл, как на экране блокировки делать. Поэтому пока что, если инструкцию найду, то в комментариях или где-нибудь в описании оставлю, чтобы у вас тоже на заблокированном экране все работало. Вот. Это что касается установки самих обоев. Давайте перейдем к boot анимации. Друзья, тут еще очень важный момент. Я в описании оставляю для boot анимации два файла. Первый файл, вот вы видите, который вот сверху. Там вот в правом углу написано MIUI. Это файлик для MIUI. Если у вас прошивка, соответственно, MIUI. Если у вас кастомная прошивка стоит, то вот этот вот нижний файл используем. Там прямо написано кастом в конце. Это для кастомных прошивок. Ну, там чистый Android, например, как у меня сейчас. Но если, соответственно, у вас MIUI, то выбираем файлик для MIUI. Я думаю, вы поняли. Путать нельзя. Я выбираю архив конкретно под кастомные прошивки. Так, захожу в раздел непривычно установить из хранилища. Так, тут выбираю первый файл. Вот, жму. Идет установка. Так, жму перезагрузка. И сейчас во время перезагрузки мы увидим новую boot анимацию. Вот, на MIUI, соответственно, делаем все точно так же. Только файлик должен быть для MIUI. Вот, как бы оно должно сходиться. Я думаю, вы этот момент уяснили. Ну, и сейчас на ваших глазах проверю, будет работать boot анимация на кастоме или нет. На MIUI она 100% работает, уже проверял. Вот, на кастоме вот только сейчас при вас установил. Ну, тут тоже должно быть все нормально. Все-таки это boot анимация. Ничего такого в этом нет. Да, boot анимация работает. Бам-бам-бам-бам-бам. Пошло. Все. Будут анимации установлены на кастомную прошивку. Кстати, небольшой анонс для тех, кто досмотрел до конца. Скоро будет ролик по самому чистому андроиду на Redmi Note 8 Pro. Это прям чистейший андроид, без всяких надстроек. Это прям та версия, которую создавал Google. Ну, создавала компания Google. Без каких-либо надстроек. Просто чистейший, самый чистейший андроид. И мне было дико интересно посмотреть на истинную версию андроида 11. Ну, да, это причем 11-й андроид. Вот, тоже интересно. Все фишки работают. Все просто офигенно. Так, вот. Android 11. Вот, и работает достаточно хорошо. Много фишек, поэтому про них я расскажу. И это самый чистейший андроид. Поэтому мне лично очень интересно его протестить полностью. Вот еще, кстати, появилась вот такая вот иконочка. Она обведена в рамку. И она со временем меняется. Я думаю, это что-то ближе к автоматической подборке приложений. На основе их частого использования, например. Но это лично, как я понял. И ее убрать вообще никак нельзя. Допустим, попытаюсь убрать иконочку. Тут она заново появляется. Из-за этого у меня много версий Magisk, например. Потому что я сразу не разобрался, как оно работает. Ну, и если я зайду в какое-нибудь другое приложение. Ну, вот, например, почту открываю. Вот, и, кстати, она вот появилась, почта. Короче, ребята, я не знаю, как оно работает. Но штука эта системная. Поэтому в ближайшее время ожидайте полный обзор 11-го андроида. Самого чистейшего. Ну, и посмотрим, что там нам интересного подготовила компания Google. Ну, все, ребята, на этом будем заканчивать. Надеюсь, ролик вам понравился. Пишите свое мнение. Пишите свой отзыв. Будете ли вы ставить эти обои, эту бут-анимацию. Пишите, досмотрели ли вы до конца. Я буду очень благодарен, если это узнаю. Вот, потому что реально приятно. Мне кажется, что мои ролики до конца вообще никто не смотрит. Вот. Ну, и пишите мнение, отзыв, комментарии. Будем общаться на эту тему. Все, ребята, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok